В Петербурге открылся новый иммерсивный музей, интерактивная экспозиция, которая охватывает все этапы развития документального кино. Слово передаем нашему коллеге Андрею Яковлеву, который более подробно нам расскажет. Андрей, доброе-доброе утро! Расскажи же нам, где ты находишься и что за пленки у тебя в руках? Доброе утро! Я нахожусь в монтажной студии сейчас и вот хотел всегда подержать вот такую коробочку с пленкой в своих руках. И у меня наконец-то эта мечта сбылась. Это журавли с фоном птиц. Да, все делается тогда на пленке. Записывали специальные звуки. И у нас в Ленинградской студии самая большая фонотека, которая вообще может существовать в нашей стране. Там три тысячи различных звуков. А вот рядом передо мной кинопроектор 1951 года. Только себе представьте. Воспроизводит видео. Конечно, все это уже стало давным-давно историей. Но все эти вещи и предметы в рабочем состоянии. Директор Линдока Алексей Тельнов нас встречает. Доброе утро! Здравствуйте! Алексей, я так понимаю, что вот сейчас вы пытаетесь разобраться с монтажным столом? Да нет, собственно, мы с ним давно разобрались. У нас есть специалисты, которые умеют им заниматься. Мы сейчас смотрим, как... Ну, последние детали экспозиции. Что, когда, о чем будем рассказывать. Это сейчас монтаж цифровой. Там все просто обрезается на компьютере и склеивается. А раньше все это делалось вручную. То есть монтажер брал ножницы, да, и склеивал две пленки. Да, да, так и было. К сожалению, сейчас иначе. Кстати, ценность монтажа немножко принижена. Да, тогда это произведение искусства. В принципе, и сейчас другие немножко технологии и тоже произведение искусства. У вас открылась иммерсивная выставка. Иммерсивная. Почему? Что это значит? Ну, это, наверное, такая экскурсия с погружением. Когда экскурсию сопровождают профессиональные актеры, рассказывают про то, что как было на студии, какие картины снимались, какой исторический этап переживала студия в тот или иной момент. И, конечно, мы хотели, конечно, передать людям то ощущение, которое мы ощущаем, когда приходим на эту студию. Потому что студия с историей, как говорится, намолено место. И вот дух, кино, дух людей, которые творили в этих стенах, конечно, мы хотим передать. Ленинградская киностудия существует с 1932 года. Она была самой большой документальной киностудией в Советском Союзе. Да, и сейчас тоже это легенда самая настоящая. И у ваших гостей, так же, как у наших зрителей у меня сегодня, есть великолепная возможность побывать и узнать. А что самое яркое здесь открывается перед зрителем и перед гостем? Ну, я надеюсь, что каждый найдет для себя свое. Ну, в первую очередь, опять же, повторюсь, мы хотели передать историю, те вещи, о которых мы знаем и о которых знают мало наши жители нашего города и гости в том числе. Вот, кстати, здесь тоже собраны какие-то отдельные предметы. Сейчас наш оператор Павел показывает все это на экране. Они тоже в действии, да? Они тоже рабочие? Ну, что-то работает, что-то нет. Тут, в принципе, у нас есть интерьер во время экскурсии. Мы рассказываем, в частности, о каждом истории каждого камеры, будь то объектива, истории покупки, какие картины снимались, каким образом это все делалось. Поэтому нужно прийти на нашу экскурсию. Сама экскурсия, она на нескольких этажах. Это мы сейчас находимся только в монтажной студии. На самом деле, я так понимаю, что вы охватываете целое здание. Ну, да, мы решили задействовать все наши коридоры и помещения. И не только помещения, но еще и профессиональных актеров. Да. То есть, это такая экскурсия будет с погружением. Я так понимаю, что настоящие, фактически настоящие монтажеры будут вести экскурсию, да? Да, да. Технически подкованные специалисты. Ну, конечно же, в первую очередь, опять же, мы хотели добиться эмоций, чтобы было не скучно. Людей в нашем современном мире нужно чем-то удивлять, чтобы заманить. Да, и чтобы человек что-то узнал, все-таки нужно элемент какого-то развлечения добавить. Элемент вовлечения, да. Вовлечения. Алексей, огромное вам спасибо. Доброго утра, уважаемые зрители. Мы продолжаем программу «Утро в Петербурге». Я напомню, что в Линдоке сегодня открылась иммерсивная выставка. И вы своими глазами можете увидеть, как создавалось кино. Я вас уверяю, это документальное кино. Это настоящее чудо.